Волонтерский проект «Наследие Пустозерска» вошел в топ-100 лучших инициатив России, поддержанных Фондом президентских грантов. В начале 2020 года фонд провел публичную оценку итогов реализации инициатив, поддержанных в 2018 году, в том числе и регионального социально значимого волонтерского проекта «Наследие Пустозерска». По результатам экспертной оценки, проект Ненецкого округа вошел в сотню лучших проектов, реализованных при поддержке Фонда грантов президента России. История наших лагерей, волонтерских лагерей, она уже довольно-таки продолжительная. Мы начали проводить лагеря с 1997 года, то есть уже больше 20 лет. Вначале эти лагеря носили карьерическую направленность, а вот с 2010 года мы уже стали привлекать волонтеров. И каждый год мы сюда привозим волонтеров, молодежь, чтобы они почувствовали свою причастность к истории, помогли нам как с уборкой территории. В рамках реализации волонтерского проекта «Наследие Пустозерска» региональное общество краеведов совместно с сотрудниками Пустозерского музея организовало четыре волонтерских лагеря. За два года продуктивной работы в проекте приняли участие более 600 человек и 8 приглашенных научных специалистов. Силами волонтерских объединений и сотрудников музея-заповедника Пустозерска был создан экологический маршрут «Большая Пустозерская тропа», на протяжении которой расположены 8 арт-объектов. «Большая Пустозерская тропа – это маршрут более чем на 8 километров». В 2019 году силами волонтеров и мастеров была обустроена в стиле ленд-арт так называемая входная группа. В роли инициаторов проекта выступили общество краеведов и Пустозерский музей. Пустозерское городище – это объект культурного наследия федерального значения и объектом охраны которого является культурный слой, достигающий Пустозерский до 4 метров. И, собственно, конечно, проводить какие-то землеустроительные работы без раскопок там невозможно. И, собственно, устанавливать тоже нежелательно что-то. То есть сохраняется культурный слой и, собственно, и всё. Сохраняется тот дух поселения бывшего здесь с конца 15 века и фактически до середины 20 века. Поэтому все эти конструкции, которые вы видите сейчас, они установлены за пределами городища. Сейчас вы видите как раз вход на экологический маршрут, который длиной 8,5 километров. И на его барельефе изображены те живые объекты, которые встречаются вдоль этого маршрута. И входная группа у нас сделана силами сотрудников музея, волонтёрами и мастерами, художниками творческой студии «Тайбола». Это город Сиродвинск. В результате реализации проекта удалось увеличить поток туристов, посещающих территорию музея-заповедника в два раза. Возросло и количество членов в региональном обществе краеведов. Алина Волчейская, Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова